МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире события в студии Андрей Трой. Сегодня в выпуске. Православный мир сегодня отмечает праздник преображения Господня, более известный как Яблочный Спас. Когда ремонт как искусство, более сотни старинных особняков приведут в порядок в Самаре к 2018 году. Реформа местного самоуправления в действии. Как общественный совет может помочь футболистам? Православный мир отмечает праздник преображения Господня. У славянских народов этот день называют Яблочный Спас. Главной праздничной площадкой в Самаре стал собор святых Кирилла и Мефодия, где Яблочный Спас прошел с национальным колоритом. Подробности у Марины Кравцовой. Выращено с любовью около трех тонн дачных яблок. Подарок от садоводов Самарского региона жителям областной столицы. Фрукты и яблочные пироги стали угощением на восьми площадках города, где отмечали Яблочный Спас. Один из первых праздников урожая. Садоводы делятся. Чтобы урожай был на славу, подходить к деревьям надо с душой. Кто говорит, ой, нынче мало яблок, а кто говорит, наоборот, у меня полно яблок, приезжайте. То есть это вот не зависит уже. Какие-то яблони отдыхают, какие-то, наоборот, плодоносят. Когда, допустим, вот поливаешь яблоню, да, да еще с ней разговариваешь, с яблоней, то сто процентов будут яблоки. Яблочный Спас отмечают в православный праздник преображения Господня. Явление божественного величия Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе Фавор. Праздник преображения говорит нам о том, что мы должны тоже стараться с Божьей помощью преображать свою бессмертную душу, чтобы она тоже рассветлела. Освещенные яблоки принято есть самим и раздавать родным, знакомым и даже незнакомым людям. С добрыми пожеланиями. Особенностями национальных традиций празднования поделились представители национально-культурных центров города. Мордовская традиция справлять яблочный Спас – это люди ходят, как родовое хождение. И надо обойти весь рот, у каждого в гостях побывать, у каждого попробовать яблоки и попробовать квас и кулага у нас. Конечно же, белорусы приходят на этот праздник церковный с пирогами, испеченными с яблоками. Ну, конечно, много рецептов. Так Беларусь славится не только бульбой своей, но и хорошими садовыми яблоками. Впервые в Самаре яблочный Спас отметили так певуче и с многонациональным колоритом. Яблочный Спас – праздник единый для всех православных народов. Нельзя быть человеком, не помнящим родства. Настоящим патриотом можно быть только тогда, когда ты помнишь все, что сделали твои предки, и впитываешь в себя все самое лучшее, чего они в этой жизни достигли и что создали. По народным поверьям, яблочный Спас изнаменует начало осени. После Спаса становится значительно холоднее. В старину верили, что яблоки с медом, съеденные на Спас, обеспечат отменное здоровье на весь год. А если ешь только что сорванные с ветки яблока, нужно непременно загадать желание. Россия, Русь, храни себя, храни! Марина Кравцова, Павел Просняков, События. Сочные яблоки как средство выздоровления. Пациентов травматологического отделения больницы Середавина с праздником яблочный Спас поздравили инспекторы ДПС и еще раз напомнили им о правилах дорожного движения. Подробности в нашем сюжете. Каждый третий пациент травматологического отделения оказался здесь после дорожной аварии. Прогнозы выздоровления у всех разные. Некоторые находятся здесь уже несколько месяцев. Несмотря на это, стараются не падать духом. Я вполне уверен, что я буду скоро не в том, что ходить, но и бегать, и прыгать, и также заниматься спортом, как и раньше. В травматологическом отделении больницы имени Середавина сейчас более 70 пациентов. Для их скорейшего выздоровления доктора делают все возможное – лекарства, перевязки, восстановительные процедуры. Напомнить о безопасности дорожного движения, а заодно ударить по недугам витаминами, решили инспекторы ДПС и члены благотворительного фонда. Мероприятие является профилактическим, и главная задача госавтоинспекции – напомнить водителям о том, чтобы они всегда пропускали пешеходов, переходящих проезжую часть по пешеходным переходам. А пешеходам напомнить о том, чтобы они переходили проезжую часть только в установленных местах. Для нас это еще одна возможность сделать хорошее, доброе дело – угостить людей яблоками и напомнить, что нет ничего ценнее человеческой жизни. За человеческие жизни и здоровье в этот день молились и сотни православных верующих, которые пришли на службу в местный храм в честь великой преподобно-мученицы Елисаветы. По окончании службы каждый смог осветить принесенные с собой яблоки, чтобы потом поделиться частичкой праздника со своими близкими. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. Дома в историческом центре Самары отремонтируют к 2018 году. Архитектурные наследия приводят в порядок за счет трех бюджетов – государственного, областного и муниципального. Дом на углу Красноармейской и Огибалова посетил главный архитектор города, чтобы проверить ход реставрационных работ. Большой старинный дом на Куйбышево 75-77 долгие годы ждал своей очереди на ремонт фасада. Он один из 14 зданий, включенных в текущем году в программу ремонта. Жители говорят, ремонт дому очень нужен, все-таки историческая часть Самары. Обязательно. Во-первых, нам делают крышу, делают фасад, потому что уже запущено было, давно не делали. Нам еще и балкон обещают поменять, то есть уже эскиз нам показывали, нас устраивает все это. Делают нормально, люди контактные, приятно то, что с людьми можно всегда на связи, всегда откликаются. Мы довольны. Не ремонтировался дом, ну, многие лета, так скажем, да, а сейчас вот привели уборский вид, все красиво, культурно, хорошо. Еще один дом, изюминка Самары, расположен на пересечении улицы Гибаловой и Красноармейской, построен еще в 1935 году. Системная работа по ремонту фасадов и кровель домов в исторической части города организована за счет бюджета всех уровней. В рамках государственной областной муниципальной программы по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Также городским властям удалось привлечь частных инвесторов, которые вкладывают деньги в архитектурное наследие. По поручению главы администрации Олега Фурсова создана специальная межведомственная рабочая группа, которая взаимодействует с меценатами. Для того, чтобы произвести вот такой косметический ремонт фасада и кровли, у нас есть, мы организовали межведомственную комиссию, и мы делаем обследование, анализируем все здание полностью, начинает фундамент, кончая кровлей, делаем фотофиксацию, описываем технологию всех производимых в будущем работ, определяемся с материалами. За счет частного бизнеса уже отремонтировано несколько объектов культурного наследия, например, дом купцов Плехановых и дом Егорова. К приезду гостей на Чемпионат мира в Самаре будет отремонтировано несколько десятков исторических фасадов. Мариана Мирная, Станислав Левин. События. В поселке Мехзавод комплексно решают проблему благоустройства. Приводят в порядок скверы, высаживают у домов цветы, ремонтируют детские площадки. Задать свои вопросы и внести предложение по обновлению поселка жители пришли на общественное слушание. Воспитываем самых метких футболистов, шутят в поселке Мехзавод. На детской площадке во дворе дома номер 7 по улице 16 квартал гонять мяч ребятам приходится строго в пределах поля. Не рассчитают силу и от детских забав пострадают припаркованные автомобили. Мячом порвали дети сетку, ее сняли, все ограждение, а новое не восстановлено. И сейчас дети играют в мяч, в футбол, в волейбол и поблизи расположенных стоящих машин бьют этим мячом. Работы в поселке Мехзавод много. Его благоустройство начали с культурного центра. Недавно в сквере около ДК «Октябрь» провели субботник. Планируется обновить и само здание Дома культуры. Также в поселке необходимо оборудовать детские площадки, отсыпать асфальтовой крошкой дороги. Ремонт внутриквартальных дорог, восстановление ливневки внутрикварталов, неудовлетворительная работа управляющих компаний, тех, кто работали на данной территории, не спилены деревья, нависшие над крышами домов. Это неудовлетворительное состояние внутри дворов. Преображаться Мехзавод начал благодаря активным и неравнодушным жителям. В помощь им общественные советы, которые появились в ходе реформы местного самоуправления. Команду единомышленников, готовых решать проблемы конкретных территорий, горожанам предстоит сформировать осенью. 13 сентября состоятся выборы в районные советы депутатов. Алина Чемерис, Павел Пресняков, События. Сотрудники молодежного пансионата для детей-инвалидов делают все возможное, чтобы их воспитанников окружала благоприятная атмосфера. Они обратились в общественный совет микрорайона с просьбой организовать вывоз спиленных веток из кошенной травы. В пансионате побывал и наш корреспондент. Тихие и уютные аллеи, фруктовый сад и утопающие в цветах газоны. Райский уголок создали сотрудники Самарского молодежного пансионата для детей-инвалидов на своей территории. Наши сотрудники с проживающими территорию свою очень любят и всегда благоустраивают. Но проблема у нас всегда с вывозом крупных веток. Потому что техники специальной такой в учреждении, конечно же, нет. За помощью руководства пансионата обратилась в общественный совет микрорайона «Металлург-3». Буквально за два дня вопрос был решен. Общественники принимают заявки не только от официальных лиц, но и от простых жителей микрорайона. Чаще всего вопросы касаются благоустройства территорий. Также многих интересуют вопросы и культурные. То есть люди хотят проводить и досуг свой, хотят, чтобы у них была благоустроена территория для того, чтобы они смогли собираться, также поиграть, детские площадки и прочее, прочее. Мы пытаемся организовать турнир сейчас для детишек по настольному теннису, по шашкам, по шахматам. Будем подбирать тренеров-общественников, как было в моем детстве, и активизировать работу детских клубов. От малого к большему, от благоустройства отдельно взятого двора до порядка во всем городе. Чтобы помогать развитию Самары, формируется команда созидателей из неравнодушных людей, нацеленных работать на благополучие и комфорт в родном городе. Общими силами решать вопросы своего двора, микрорайона и города в целом. Следующим шагом в формировании новой власти в Самаре в рамках реформы местного самоуправления станут выборы в районы и советы депутатов 13 сентября. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. В Самаре продолжаются встречи общественных советов с населением в рамках проекта на связи с губернатором. Как добиться ремонта в подъезде, оформить социальную выплату и благоустроить территорию возле дома? Вопросы у жителей района Дубрава самые разные. На встрече с ними побывала наша съемочная группа. На детскую площадку во дворе дома 206 по улице Новосадовая собирается малышня со всей округи. Качели и горки установили в рамках программы «Двор, в котором мы живем». Теперь жители мечтают о новом футбольном поле. С такой идеей люди пришли на встречу в рамках проекта на связи с губернатором. Если брать это футбольное поле, то оно 100% эксплуатируется. Очень много детей используют эту площадку. И без покрытия, сами понимаете, в пыльную погоду, в ветреную погоду, это практически пыль столбом. Проблема ЖКХ – уборка незакрепленных территорий. Эти и другие вопросы жителям микрорайона Дубрава помогает решить общественный совет. Он создан в апреле этого года. За это время уже удалось помочь десяткам жителей. Главное, говорят общественники, инициатива и активность самих горожан. Есть моменты, когда говорят, вот вы возьмите нам и сделайте. Мы им объясняем, что мы вместе должны это сделать, мы вместе должны проявить активность. И тогда все структуры, они увидят, что мы активны, и они будут нам помогать. Начало положено. Общественный совет в районе уже сформирован. Следующий этап – выбор депутатов районной советы. Они пройдут 13 сентября. Лариса Шлафас, Сергей Баскин, События. Новый сквер своими руками. Общественники и жители начали благораживать территорию рядом с домом. И обнаружили, что из старого сквера можно сделать настоящую достопримечательность района. В субботнике участвовал и наш корреспондент. Запущенный сквер во дворах 165 и 167 домов по Новосадовой просыпается от спячки. Сорной травой расправились безжалостно и бескомпромиссно. Потом принялись за мусор и крупные ветки. На площадку высадился настоящий десант чистоты – активисты общественного совета Парковой. Подходили бабушки и говорили, что 30-40 лет никто не мог этого сделать. То есть все заросло, заросла эта территория. И очень приятно, что сейчас все приводит в порядок. Такой пример оказался заразителен. На звуки музыки и бойкой работы вышли местные жители. Нужно еще приобщать жителей немного к этому. А то пришли волонтеры, а мы вроде как у господа сидим. Это не дело. Сообща работа пошла и быстрее, и веселее. Даже юные самарцы внесли свой вклад в чистоту сквера. С просьбой благоустроить это место жители обращались в общественный совет микрорайона Парковой. Ее можно превратить даже в парковую зону, для того, чтобы это опять же очередной наказ. В дальнейшем, я надеюсь, мы выйдем с инициативой администрации, чтобы можно было здесь установить какие-то беседочки, лавочки. И они могли бы проводить время. Одно доброе дело тянет по ниточке за собой и другие. От благоустройства в отдельно взятом дворе до порядка во всем городе. Люди, которые не просто хотят, но и создают своими собственными силами благополучие и комфорт родного города, формируют команду созидания. Следующим шагом станут выборы депутатов в районные советы 13 сентября. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов, События. Самару скоро накроет пластилиновый дождь. Он ожидается в последние выходные лета и принесет с собой уличные театры со всего мира. Международный фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» пройдет в Самаре в юбилейный пятый раз. Какие сюрпризы готовят организаторы в этом году, узнал наш корреспондент. Выступления уличных театров, мимы, клоуны, причудливые декорации и живые статуи. Фестиваль «Пластилиновый дождь» – пожалуй, самое атмосферное событие в городе. Веселый стимпанк, который не грузит. Так стиль фестиваля обрисовывает режиссер и руководитель театра «Пластилиновый дождь». Организаторы остаются верны себе и в этот раз. Танцевальные перформансы, арт-инсталляции, выступления музыкантов и, конечно, мастер-классы теперь с новым уклоном. А в этом году мы решили сделать пробную версию мастер-класса, когда человек приходит на фестиваль «Струковский парк», а он может себе сделать, например, гоглы, очки в стиле стимпанк, картонные, покрасить их и с собой забрать. Или, например, зонтик, пластилиновый дождь, зонтик, тоже сделать зонтик себе, раскрасить его и, может быть, воткнуть или забрать. Ну, такие маленькие, такие какие-то украшалочки, что ли. Гостями фестиваля станут артисты из Питера, Москвы, Перми, Оренбурга. Главная интрига – выступление зарубежных коллективов. Музыкальный коллектив «Маба Бэнд», который будет играть на огромных саксофонах, один из которых занимает отдельное место в самолете даже, то есть его нельзя перевозить никак по-другому, пришлось покупать для саксофона место в самолете. И второй коллектив – это компани ФАИ из Франции, из Лиона, на которые мы как раз, на привоз этого коллектива, мы сейчас ведем сбор средств. Компани ФАИ – европейские метры уличного искусства. Необычный облик, невероятные прыжки на пружинных ходулях и трюки с огнем. Деньги им на билеты сейчас собирают в интернете с помощью краудфандинга, народного финансирования. Дело в том, что организаторы бережно охраняют дух фестиваля. Никакой коммерциализации, все артисты выступают бесплатно. Однако в будущем году таких сложностей может не возникнуть. Есть сейчас принципиальная договоренность о том, что фестиваль, зарекомендовавший себя на протяжении пяти лет, войдет теперь в программу. То есть будет предусмотрено долгосрочное финансирование. И таким образом, по крайней мере, от определенных административных финансовых забот администраторы фестиваля, руководство будет избавлено. То есть будет меньше головной боли, чтобы думать, состоится в следующем году, не состоится фестиваль. Не страшен пластилиновому дождю и дождь настоящий. Организаторы уверяют, фестиваль состоится при любой погоде. Просто некоторые выступления с улицы переедут под крышу. Вход, как всегда, бесплатный. Алина Чемерис, Валерия Макарова, Дмитрий Мишконцов. События. В музее Алабина начала работу выставка юных дарований со всех областей и властей «Жигулевская палитра-2015». В залах музея представлено 75 работ молодых художников на разные темы. Репортаж Марианы Мирной. «Жигулевская палитра» – это не только волжские просторы и горные тропы. Это огромный спектр изобразительного искусства. Люди, природа, события. В музее Алабина открылась уникальная выставка молодых дарований «Жигулевская палитра-2015». Юные художники из Мордовии, Татарстана, Челябинска, Ульяновска и других регионов – сплошь лауреаты конкурсов. Уже признанные живописцы от 10 до 22 лет. Палат написали по трем тематическим направлениям – детские фантазии, образ Волги и военно-патриотическое. В нем, на взгляд, специалистов весьма преуспели. «Ребята очень хорошо уловили какие-то эпизоды из военного времени. Что-то они, может быть, видели в художественных фильмах, что-то появилось в их воображении, когда они книги какие-то прочитали по истории Великой Отечественной войны, художественные книги или, может быть, и научные какие-то. Так что мне кажется, что они очень хорошо уловили дух времени». «Жигулевская палитра» дает возможность узнать имена новых талантливых художников. В 2016 году выставка продолжит свою работу и отправится в путешествие по малым городам и муниципальным районам губернии. Праздник Троицы в Саранске. Весна пришла из Димитровграда. Здесь же отмечали свадьбу. 75 картин, объединенных общей темой «Война и мир глазами детей». Молодые дарования будущей российской живописи на своих полотнах рассказали нам, взрослым, что их на самом деле волнует. Выставка в музее Лабина продлится до 8 сентября. Мариана Мирная, Станислав Левин. События. 20 августа с 12 часов дня во дворце ветеранов ЦСКБ «Прогресс» пройдет ярмарка вакансий для женщин, в том числе для тех из них, кто воспитывает детей до 3 лет. На мероприятии женщины смогут найти работу в соответствии со своей квалификацией, опытом и пожеланиями на предприятиях городского округа Самары. И это все городские события к этому часу. А у меня еще новости экономики. Не переключайтесь. Сравнение рубля с капустой неправомерно. Капуста растет, а рубль мельчает. И в Кремле, похоже, готовы расписаться в бессилии по поддержанию курса национальной валюты. Сообщается, что текущий объем валютных резервов России не позволяет поддерживать курс рубля. Единственным рычагом влияния Центробанка остается ключевая ставка. Объем резервов Центробанка без учета золота сейчас составляет чуть более 300 миллиардов долларов. Но из этих 300 миллиардов больше 120 приходится на запасы правительства. Оставшейся части резервов хватит на 9 месяцев товарного импорта. А ведь еще недавно президент сказал Эльвире Набиульной спасибо за поддержание курса рубля. А оказывается, что Центробанк в очередной раз просто пустил пыль в глаза. Основатель сотовой компании «Смартс» Геннадий Кирюшин намерен выйти из бизнеса до конца этого года и распродает оставшиеся активы. Немногим ранее компания «Мегафон» закрыла сделки по покупке «Смартс Самара», «Астрахань GSM», «Ярославль GSM» и «Смартс Чебоксары», входивших в региональную группу «Смартс». Ни суммы сделок, ни количество абонентов, которых он получил вместе с этими активами, оператор не раскрывает. Лишь указывает, что приобретение позволит ему расширить в этих регионах спектр частот в диапазонах 900 и 1800 МГц. Жаль, только качество связи при этом не улучшится. С начала этого года поток туристов на Камчатку вырос на 30%. Отмечено увеличение числа путешественников из России. Отмечается, что продолжительность туристического сезона на Камчатке в этом году увеличилась. В этом году сезон открылся уже в начале июня. Многие туроператоры уже распродали путевки до конца сентября. Самыми популярными на Камчатке в этом году стали вертолетная экскурсия в долину гейзеров, поездка и восхождение на вулкан Плоский Толбачек, восхождение на Авачинский вулкан, полет для наблюдения за медведями и нерестом нерки на Курильском озере, посещение этнических стойбищ коренных малочисленных народов севера в Петропавловске Камчатке, Камчатском, Елизовском, Мельковском и Быстринских районах. От себя замечу, что мои друзья, побывав на Камчатке, сказали, что это просто невероятное зрелище. Но цены аховые. Пачка масла может стоить 250-300 рублей. Российский фондовый рынок открылся повышением котировок по отношению к основной торговой сессии вторника. Индекс ММВБ вырос до отметки 1694 пункта. Лидеры роста – акции «Русала», «Полюс золота», «Мегафона», «Аптечные сети 36,6», «Полиметал», «Эмевидео», «Фосагра», «Дикси» и «Интеррао». Среди лидеров падения – бумаги «Мечила», «Акрона», «Распадской», «Фармстандарта» и «РДР «Русала». Рост на российском рынке происходит на фоне отскока индексов материкового Китая. Между тем фьючерсы на черное золото снижаются. Торги в Европе и США закрылись в красной зоне. Курс доллара на 19 августа – 65 рублей 82 копейки. Курс евро – 72 рубля 91 копейка. Золото стоит 2368 рублей за грамм. Серебро стоит 32 рубля 23 копейки за грамм. Цена нефти марки «Бренд» – 48 долларов 74 цента за баррель. На сегодня это все. И пусть ваши дела будут такими же крепкими, как эти яблочки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова